В какой стране находится Тадж-Махал? Тадж-Махал? Ммм, Тадж-Махал, география у меня плохо была. Я работаю, учусь потихоньку. Альфа-банк, все дела, потом Москву рвану. Вот так вот, футбольчик, все дела, девочки, клубы. Будешь директором по-любому. Да, акционерным хочу. До 1923 года, как назывался турецкий город, Стамбул. Византия. Какой позорный. Девочки, туда-сюда уже, да, туда-сюда делаешь, да? Да, да, делаю. Целовался. Целовался, целовался. Нормально. Добрый вечер, уважаемые телерадиослушатели. В эфире... В эфире... Тьфу ты, сука. В эфире телепередача «Допрос за бабос». Случайным образом мы увидели человека по имени... Александр. И, Александр, сейчас будешь ты участвовать в этой передаче. Сначала я задам тебе пять вопросов. Так. Если ты будешь отвечать без подсказок, и правильно ты получишь тысячу рублей. Отлично. А дальше посмотрим. Хорошо, договорились. В прошлом выпуске был Влад Нитопалов. Он поднял пятерку. Неплохо. Сегодня у меня только четыре тысячи рублей. Ну, как бывает. Пока я ищу вопросы. Расскажи о себе. Сколько тебе лет? Учишься, работаешься туда-сюда? Ага. Меня зовут Александр. Мне тридцать один год. Я работаю. Я думал, ты помладше. Все так думают. Да, я из Сибири. Живу в Питере три года. Третий год. Вот. В принципе, все. Все, что нужно знать зрителям. Какой стране принадлежит остров Ванкувер? Рим. Канада. Правильно. Какой президент США носил прозвище Честный Эйб? Рузвельт. Энкель. Сейчас я подсмотрю. Правильно. Бабочек у него до того, как он был презиком, было немного. И он занимал много денег. Очень много. Но всегда вовремя отдавал. За это его погоняло было Честный Эйб. Такая познавательная передача. С ведущим, который, естественно, подглядывает всегда в телефон, потому что не знает ничего, если не подглянет в этот телефон. Какое слово переводится с латыни, как «посленаписанное»? Честно, не знаю. Нет. Ты подумай. Это очень простые вопросы. Здесь нету сложного какого-то такого, прям, чтобы это высшая какая-то математика. Но это слово есть и... «Посленаписанное». 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 Обычно после того, как напишут, вернее, что-то напишут, а потом пишут вот это, и еще что-то пишут. Если сокращенно две буквы делают. «Две буквы делают». На такой ерунде не хочется, чтобы из тыщенки твой приз превращался в 500 рублей. Нет, нет. «Посленаписанное». «Посленаписанное». «Пос...» «Посленаписанное». «Пос...» «Пост». И это слово? «Пост». «Пост...» «Запись». «Играть, если вот так...» «Посскриптум». «Посскриптум». «Будем считать это за подсказку?» «Да, я думаю, да». «Да давай не будем». «Давай это не будем». «Хорошо». «Вопрос номер четыре. Как называется стержень, на концах которого находятся колеса транспортного средства?» «Угу». «Если бы это был бы автомобиль, допустим, это...» «Автомобиль!» «Это была бы балка, скорее всего, какая-нибудь. Ну, а так...» «Меня недавно укусило». «Оса?» «Да». «Ось». «Будем считать это за подсказку?» «Думаю, да». «Не будем!» «НЕ БУДЕМ!» «На пятый вопрос уже как бы без подсказок. Давай так. В любом случае, 500 рублей будет в твоей копилке. «Да, это...» «Среди персонажей Ромео и Джульетта есть Меркуцио или Горацио?» «Горацио». «Меркуцио». «Серьезно?» «Да». «Почему-то я думал, что Горацио». «Ну, прям вот...» «Я не фанат какой-то там литературы вот этой...» «Я могу ошибаться. Мне кажется, играть по гугле». «Да, можно?» «Пока передай привет кому-то, я буду гуглить». «Спасибо большое. Передай привет своей маме в Сибирь, своим друзьям из Питера. «Пока...» «Акартезу?» «Жека». «Пока Евгений гуглит». «Один из главных персонажей Меркуцио, Агарацио». «Ты пока продолжай». «Да, да, да. Сегодня у нас питерская настоящая погода, ветерок. Солнышка, как всегда, обычно нету. А Горацио – это Гамлет». «А, Гамлет». «Гамлет». «Гамлет аппер». «Инче сануменгер». «Как только это видео вы посмотрели, тут же будет новое видео. В описании есть ссылка, либо в комментарии предкрепленном. Новое шоу, которое веду я. И вообще я очень много внимания и себя уделил этой передаче. Семейное ФЛ-шоу. Посмотрите отрывок маленький. Дальше. «Вот это вопросики». «Какой монах написал повесть временных лет?» «Ой, сдавала историю». «Ты должна знать, Антонина. На тебя вся надежда». «Карта». «Здесь все прямо написано». «Карта молчает». «Деньги 20». «Вон наш фильм, где на обитание, на необитание остров попал». «Карта» «Деньги 20.5» «Да». «Карта» «Деньги 20.5» «Да». «Подарки в студию под аплодисменты». «Спасибо, Евгения. Это Евгения, похожа тебе. «Вот, пожалуйста, 500 рублей». «Все, спасибо. Сейчас мы зарабатываем петляжик». «Все, Саш, тогда». «Все, спасибо. Спасибо тебе большое за участие. «Все, а негодяй ты вы, да». «Все, привет, братишка». «Я за вами сижу. А, ты знаешь нашу передачу? Будешь участвовать?» «Ну, давайте, буду участвовать». «Так, не двигаемся чуть поближе ко мне». «Ульфат тебя зовут?» «Да, очень приятно». «Расскажи немножко о себе». «Мне 19 лет, я учился в экономическом университете технологии, занимаюсь спортом». «Борьба, бро?» «Не, я борьбой занимался, кстати». «Кунг-фу?» «Не, не, не. «Джиу-джитсу». 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 «Кто ты по национальности?» «Я азербайджанец». «Хорошо, брат, чишка». «Начинаем движение?» «Видвижение, да?» «Ну, брат, так здесь, там, тут». «Давай, давай, там.» «Ладно, давайте начнем». «Будешь отвечать кайф, получишь тысячи рублей. «Будешь отвечать не кайф, получишь пятихатку». «Ну, братан, деньги не самое главное. Мне было самое главное – это участие». «А ты смотрел эту передачу?» «Ну, один раз.» «Один раз?» «Да, в ютубе видел». «Всего лишь один раз в жизни». «Казахом» снимал, залетел, мне понравилось. «Я даже не ожидал тебя видеть в Питере». «В какой стране находится Тадж-Махал?» «Тадж-Махал?» «Ммм, Тадж-Махал, блин, география у меня плохо была, но Тадж-Махал, Тадж-Махал. «Что такое Тадж-Махал?» «Ну, это как будто не страна какая-то». «Ну, это что-то такое, это что-то такое. Или какое-то красивое сооружение». «Сооружение?» «Я сам не знаю, как это». «Ну, можешь подсказать, подсказку сделаешь. «Подсказку сделаю, конечно». «Да, да. Но это какой-то город». «Бразилия?» «А, Индия, 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 Индия». «Молодой, где этого Джимми, Джимми, Джимми?» «Хача, хача, хача». «Да, я знаю». «Можешь еще раз бомбануть?» «А, Тури, Турика!» «Это что, сейчас? А, не звонит?» «А, друг позвонил, там, тему на тему. Дальше». «Петь не будем эту песню». «Ну, к сожалению, нет. Знаю. Знаю. Сейчас я люблю тишину, как говорили. «Это и плоская рыба, и наклонная поверхность». «Плоская рыба?» «Наклонная поверхность». «Можно этим словом назвать и эту плоскую рыбу, и наклонную поверхность». «Плоская рыба и наклонная поверхность». если я сейчас буду на скейте то я вниз что сделаю спуститесь по-другому какое слово скачала скала скачусь надо и поэтому скачусь это это что такое если я скатываюсь однокоренное слово и рыбы такая есть рыба скачка скачка да 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 а скач с хвостиком да такая и ну узнает он типа того на герой какого советского фильма поет песню ваше благородие ваше благородие я просто современный мне 19 лет я молодой советский фильм смотрю но ваша современность но я как я мужика может извините и вы нам не подскажете вас вопросик один есть в каком советском фильме песня ваше благородие белый солнце пустыни спасибо 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 можно пользоваться подсказками как там белое солнце пустыне в белое солнце пустыне красиво что-то про математику про математику паруса какого цвета мечтала увидеть ассоль такие вопросы поближе поближе брать так ну в общем у нас в санкт-петербурге проходят такие праздники может спросим ребят не бы не подскажите случайно нам кое-что нужно братишь можно себе тебя как зовут они даниэль подскажи пожалуйста нашему участнику паруса какого цвета мечтала увидеть ассоль синего синего да вроде ничего другое ну паруса то какие белый белый а вот когда вопрос номер последний какой русский композитор написал оперу пиковая дама пиковая дама ты знаешь но я слышал пиковая дама русский композитор перечисляю всех кого узнаешь все верно привет всем своим знакомым родителям первую очередь и все спасибо за участие мне давайте без денег спасибо вам малькам купишь какой нибудь чупа чупся не смотрят на себе на возьмите хаточку все давай классно спасибо ребят все давай счастливо отлично отлично сегодня просто мой день все так охотно хотят участвовать в этой передаче меня зовут евгений кирилл кирилл это передача допрос за бабос отвечая на 5 вопросов очень хорошо ты получаешь тысячу отвечая хреново ты получаешь 500 рублей все поехали немножко себе я работаю учусь потихоньку альфа-банк все дела потом москва рвану вот так вот футбольчик все дела девушки по любому до акционерному хочу тебе 21 21 девочки туда-сюда уже до туда-сюда делаешь да 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 делал саловался саловался целовался ну да сколько гипотенуз в прямоугольном треугольнике 3 сделай вид будто бы я ничего не слышал 4 еще одно я сделаю такое что будто бы этого не было никогда в моей жизни 2 близко 1 и это правильный ответ двигаемся двигаемся крутимся вертимся какой ветхозаветный герой получил от бога 10 заповедей геракл вряд ли геракл ветхозаветный герой ветхозаветный герой ну заповедей это с религией связано это у нас либо из египта он набрал народу и они пошли потом было море одессей он так вот море 3 раз вину и пошел по морю одессе египтяне бежали за ними и они паночка померла не одессея не одессея но и сей в конце осей моисей мы все с вами чуваки какие-то знаешь нет это они хотят камеру у нас отжать что тоже поучаствовать у меня есть пирсовый баллон я их опрыскаю так мало не покажется я буду называть а миссии миссии и так свод правил устанавливающий единообразное правописание слов и форму в русском языке что-то до орфография гениально на какое время года приходится зодиакальный знак водолеи я водолей февраль и январь а что это знак зодиака какое время года зима гениально я тоже кстати водолей тоже какого числа 31 января у меня брат 31 10 строго 88 я такой смежный рыбы водолей 19 февраля не туда и сюда и вашим не нажимаем мясо процесс переноса пыльцы стычинок на пестике биологию не люблю вообще но сейчас я подумаю и предположу что это может быть но это же секс получается тычинка из пестиков дочинка да конечно да это секс подошла к концу наши передачи еще до еще до до исправить исправиться хочешь процесс переноса пыльцы стычинок на пестики еще один еще один другой но это не секс биологию честно не мое ладно это опыление 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 хорошо но у меня просто еще один пул вопросов тут как обстоят дела либо ты на них отвечаешь на либо кто-нибудь другой я кучу другого человека сколько вопросов примерно 3 вопросов осталось всего разумеешь давай ну то есть пятихатку ты как бы получил время есть давай так если ты сейчас будешь получше отвечать на вопросы вот на другие дайте то получишь ну тыщенку а не пятихатку давай хорошо а если будешь хреново отвечать также с 500 а также с 500 также с 500 если не будешь знать ответа можем спросить у прохожих давайте давайте чему равно 3 в кубе 81 неверно не забываем что посмотрев эту передачу вы тут же переходите на другую передачу семейные фл-шоу снято все профессионально ведущий естественно я ребят в описании ссылка в комментарии ссылка классно шоу чем мы там на чем это 27 правильно верховный бог олимпийский пантеон вот сюда встань пожалуйста брат вот сюда вопрос прочитайте я прочитать забыл верховный бог олимпийский пантеон не знаю что будем делать давайте подумай еще еще подумай как-нибудь там напряги извили как еще будущее директора альфа-банка уж подумай башку это свои монетчик как зовут тебя максим ну ладно чтобы делать максимум понятие простите отпустить или давай ты должен найдешь вот тоже должен найти человек который нам поможет посылки руководители у тебя есть с моим это история больше давай максим все отпускаем все же максим молодец молодец ты пошел макс спасибо да это бог 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 самый крутой бог на греции кто кирака в греции греческий бог самый олимп зевс 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 хреново все давай не о богах кирилл очень плохо справляется мы решили найти ему помощника в лице вот может быть молодого человека молодой человек помогите кириллу он не справляется какой большой какой-то большой человек можно поближе тебя сюда как тебя зовут его вас как зовут екатерина екатерина вы не могли бы посмотреть мы влезаем в кадр пожалуйста с другой стороны егорик сюда поближе прям башка его влезает да что это такое можете рассказать и влезает или кирилл так кирилл и мефодий него куда а его это школьный допрос у кирилла не получается как называется физическая сила с которой жидкость действует на стенке сосудов давление он правильно говорит давление да да ты знал что кто верховный бог олимпийский пантеон ясно чувствуешь кто здесь а чему равно 3 в кубе 27 где ты был где ты был егор все это время да слушай дальше кто был персонаж книги незнайки тюбик книга незнайка тюбик давайте вот егорик тюбик подумаем тюбик но если он тюбик что в тюбике бывает краска кто маляр нет гораздо все это выше маляра вот браво вопрос последний что открыл на солнце галилей с помощью изобретенного им телескопа кто отвечает его а варианты варианты и гг и ей не знаю если вдруг у и я буду есть и все это будет грязище все это что на футболке у меня браво передает привет маме из самары я здесь учусь все в порядке вам целую прекратить это под это это не это приз ты самый умный сегодня в этой передаче ну купишь спасибо все я тоже не буду бери тоже не хватит иди сюда поближе камера камера чтобы добери пятихатку и расходимся спасибо за участие давай давай туда-сюда как там все это делается давай когда станешь этим президентом альфа-банка хоть рекламу у нас закажем и проекламира называется можно негодяй тв сразу же смотрим после этой передачи другую передачу девиз вы не придумали мы не подготовили хорошо дорогие зрители дорогие телезрители и участники наша первая рубрика называется школьный допрос господи так смотрите пока мы не будем говорить сколько у вас баллов про подмену это был фильм титаник семейное шоу фл шоу снята профессионально куча миллионов денег было потрачено на это шоу призы там такие призы это здесь я по 500 рублей раздаю а там там тысячами вот так вот бросаюсь вовсю тоже люди отвечают на школьные вопросы и другие там есть всякие приколдеса и для всех людей фанатов конкретных моего творчества чтобы не пропустить ни одно шоу в котором я принимаю участие и все знать где снимаем чоково в телеграм подписываемся и там находимся не отписываемся все stories и там есть телеграм продвинутый сейчас у меня вообще сумасшедший даже stories и есть в телеграм канале где вы такое видели только у меня такое может быть все всем салам лайки там комментарии семейное файл шоу смотрим тоже прям сейчас